Салем, Казахстан! Сейчас у нас информация о том, что власти Актюбинской области, того же Сапарбаева, по согласованию с администрацией президента, сейчас ставят вопрос о переименовании центральной улицы в Актюбинске, в Актюбе, улицы Алии Молдогуловой, улицы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Сам город хотят разделить дополнительно на два района – Астана, Алматы. Но вот то, что улицу переименовывают в улицу Нурсултана Назарбаева, основываясь на том, что такая улица появилась в Алмате, в этом плане такая информация кажется правдоподобной. Ну и, конечно же, власти все это делают тайком и делают, стремятся сделать неожиданным, поставить его перед фактом. В этом плане, конечно же, идут просто аппаратная работа, конечно же, за спиной народа. И все это возможно в отсутствии гражданского общества в Казахстане, гражданского общества в Актюбе и так далее. Что надо делать? Конечно же, надо выходить на улицы, надо проводить как минимум собрания в Актюбе. И я то, о чем всегда говорил, что оппозиция должна настроиться на огромную волну этих собраний, которые могли бы подготовить почву для будущих митингов, с одной стороны. А с другой стороны, встречать лицом к лицу сразу вот такие события вооруженными. Когда вы через собрания пропускаете огромное количество народу, то вы делаете почти полгорода огромной командой общественности. Вы делаете и создаете гражданское общество. Но и сейчас не поздно, пока гром не грянул, давайте мы попробуем помочь Актюбинцам, помочь западному Казахстану, помочь Актюбинской области и городу Актюбе соорганизоваться. Предлагайте место в собрании, и мы вместе здесь попробуем всех созвать в этот зал, который будет подготовлен, чтобы можно было провести собрание. Потом на следующий день можно будет провести уже митинг, и заранее сегодня можно же подать заявку на проведение митингов в центральной части города. Даже сама по себе заявка. Если там власти будут устраивать какие-то запреты на сам этот митинг, но то, что заявка будет подана, и это будет подано большим количеством людей, что это будет заявка подана петицией, огромная масса людей пойдет к зданию Актюбе зарегистрировать просто само по себе заявление, будет превращаться в шествие. И шествие горожан, которые хотят зарегистрировать это заявление в городской администрации, в Акимате, само по себе будет служить огромным предупреждением для властей, для Сапарбаева, для Назарбаева, что Актюбе не хочет решать эти вопросы без обсуждения, без народа. Вот примерно в таком ключе надо блокировать все вот эти Назарбаевские телодвижения самого Назарбаева, его мокеров, его слуг, его подхалимов, его лизоблюдов. И вот таким путем легко и красиво можно блокировать. То есть получается подача сама по себе заявок на митинг должна превращаться в саму акцию. Понятное дело, что митинги будут по таким горячим темам блокировать, запрещать, не давать разрешения на митинг и так далее. Но власти будут видеть, что вот какое количество людей стоит за самой заявкой на митинг. И если, допустим, сегодня или завтра будет проведен хорошее собрание в Актюбе, сегодня я и как и многие другие члены движения Шиндык готовы поддержать на всех страницах Фейсбука сообщениями, где, когда будет такое собрание со всего Актюбе. Во-первых, туда придут люди, которые желают высказать свое мнение по этому вопросу. Во-вторых, после собрания, значит, выдать заявку и эту заявку понести огромной толпой, пойти сопровождать и будут останавливать, будут говорить, вот куда вы идете, вот мы заявку несем. Все нормально, идем по тротуару, никакого шествия нет по проезжей части города. Мы идем по тротуару, хотим отнести, хотим зафиксировать заявку со своим желанием провести митинг в центре города, на центральной площади Актюбе, в защиту улицы Алии Молдогуловой, в защиту города вообще от имени Назарбаева. Почему при живом Назарбаеве наш город должен превращаться в его похоронную улицу? Давайте мы сделаем так, чтобы улицы носили людей, которые уже ушли, которые заслужили свое имя. По закону, еще раз напоминаю, Назарбаевцам, Нуратановцам, чиновникам, что по закону, который сам Назарбаев подписал, нельзя присваивать имена улицам, площадям, городам и так далее, тем людям, которые живы. И в течение пяти лет после смерти нельзя присваивать имена. Я так понимаю, чиновники разных областей готовят такие же мероприятия, и мы должны их остановить. И если есть такая информация от патриотов, которые работают в госаппаратах, которые знают о таких готовящихся шагах, передавайте нам такие сведения со всеми подробностями, чтобы мы могли такие шаги предупредить, чтобы мы могли заблокировать все действия Нуратана, Назарбаева, этой гнилой власти. Сейчас есть такая информация по Ак-Тубе, значит, мы должны постараться всем хором. Я хочу, чтобы другие партии движения присоединились к тому, чтобы шиндыковцы вместе с другими партиями, движениями, просто честными людьми, сейчас присоединились к тому, чтобы в Ак-Тубе мы не дали Назарбаеву и его чиновникам, Нуратану, Жасутану и так далее, чтобы они смогли провести такое переименование в честь Назарбаева. Нам это не надо. Казахстану это не надо. Поэтому, ребята, давайте мы сейчас сконцентрируемся и сделаем так, чтобы сейчас этот важный, позорный момент не прошел, чтобы вот в этот важный момент такой позорный шаг власть не смогла сделать за спиной народа, против народа. Жасутан 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 Жасутан